Друзья, всем привет! Сегодня интересное и необычное видео. Меня пригласили в Макдональдс затестить их новый ресторан, который работает по новой схеме опыт будущего. И поверьте, будет очень круто. Я уже знаю, что там плюс-минус. Самое главное, что теперь вы сможете осуществить мечту детства и закастомизировать свой собственный бургер. У меня сегодня много целей, как это сделать. Кстати, рестораны все эти нового типа. Здесь даже на улице для летнего времени офигительные столики. Но я пойду вовнутрь, потому что то, что я раньше видел только в Европе, уже работает и у нас. Доброго дня! У меня прям встречают, привет! Можете замовить на кассе, або я хочу вам зручно робить замовление на киоски. Тут так же довольно зручно и я очень приятно. А вы всех встречаете так? А так, а я же. Это наши киоски самообслугивания. Тут мы можем делать замовление самостоятельно, но переходим к кассе, если там есть большая черта. Я буду платить карточкой или наличными. Кстати, есть наличными, куда их здесь засовывать? А, если гостинка, то у нас есть специальная касса. Завжди нет черги, она принимает оплату только из киосков. Поэтому вы завжди туда и подходите без черги и там разрабатываете. То есть я могу здесь заказать за наличку и там подойти оплатить? Ну ладно, я просто для вас узнал, потому что я только ППС оплачу. Кстати, здесь ППС есть? А как же? Есть, я могу часами оплатить. Все, теперь смотрим. Я сейчас закастомизирую себе бургер. Бургеры. Я сегодня буду много заказывать, но начну с одного из своих любимых дабл-чизбургеров. Здесь у нас появляется заказ и я могу его изменить. Смотрите, вот из чего он сделан. Я могу взять, к примеру, и добавить еще один бифштекс. Сыр. Я хочу, к примеру, добавить каких-то новых ингредиентов. И здесь я могу несколько соусов добавить. Салатик добавим, помидорчик. О, бекон. Вот это будет вышка просто. Самое интересное нет. Сейчас офигеете. Мой заказ, да. Вот, вот это вышка. Я оплачиваю, беру вот эту вот штучку. Номер один. Номер один есть, отлично. На первом месте. И сажусь за столик. Один. И enter. Enter. Все готово. Есть. И теперь я сел за столик и жду, когда мне принесут мой заказ. Они причем сами знают из-за чипа, который здесь встроен, за каким столиком сидит человек, сделавший заказ. Ну и, конечно же, мне интересно попробовать, что я себе накастомизировал из одного из своих любимых сэндвичей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, ваш заказ. Добрый вечер. Я диспетчер. Привет. Ну и что? Ничего. Прикольно? Ты научился? Я почти научился. Ну, скажу, не, все как бы просто, но с той стороны и не просто. Потому что ты иногда не замечаешь за собой такие вещи, как ты можешь, к примеру, готовить-готовить, потом подтяжки спадают. Ну, к примеру, у них вообще нельзя подтяжки. Ну, вот, подправить. А если ты подправляешь, либо хотя бы ты трогаешься до лица, ты должен идти сразу мыть руки. Ну, это мы сейчас еще покажем. А пока что я попробую, что ты мне наготовил. Я заказал вот такой вот космический дабл-чизбургер. Ты когда-то ел вообще такой? Нет. Я на 100% знаю, потому что мы это уже сняли, что его готовил ты. Поэтому чуть-чуть страшно. Знаешь, что он прикол? Я видел, как ты его готовил, там нет никакой магии. Но ты ешь, и это офигенный бургер. И это опять магия. И ты... Что? Это очень вкусно. Жалко, что ты не можешь попробовать. Я очень хочу попробовать. Если честно, я его готовил. И я все это время думал о том, что я хочу накинуться на него, как коршун. Понимаешь? Хотя почему же и нет? Я теперь сюда буду заказывать тройной. Наконец-то в Макдональдсе вы сможете собрать себе пирожок Парви Рот. И заметь, что из-за того, что здесь котлеты теперь делаются по-другому и сразу под тебя, они чуть-чуть доходят еще в специальной камере. Буквально там полминутки-минуту. Они сочнее еще стали. Они намного сочнее. То есть это Парви Рот. Давай Биг Тейст. Давай сначала мы попробуем барбекю. Новый. Давай. Иди делай. Иди готовь новый. На самом деле все достаточно просто. Мы с Александром пришли на кухню. Она совершенно новая. Я уже несколько раз был на кухне Макдональдс. Но здесь все нового формата. И причем готовится все тоже по-другому. Самое главное изменение, что теперь любая булочка, любой сэндвич, даже если вы самый обычный гамбургер закажете, он будет готовиться только под вас. То есть здесь нет никакого места, где бы лежали уже готовые булочки, грелись и просто ждали своего заказа. Даже если их заказывают постоянно. Кто первый раз нас смотрит, потому что такие здесь будут 100%. Александр это очень хороший человек. Милейший человек. И он действительно в сфере обслуживания и на кухне работал неоднократно. Ты был заведующим. И заведующим. И готовил, и убирал, и мыл, и выносил. Я делал все. Все. Но сегодня тебя будут обучать вот такие замечательные эксперты. Здесь выходит заказ. Вы его видите, что у вас будет. Мы на него мотиво реагируем. Берем булочку. Так как сейчас у нас сезон великие американские бургеры. Я вымочаюсь. Можно я? Прямо. Люди писали в видео про Макдональдс, что работают без перчаток. Это не ошибка, друзья. По всему миру в Макдональдсах работают без перчаток, как и в больших ресторанах в большинстве. Здесь очень хорошо проходит дезинфекцию люди. Постоянно проходят медосмотры. И Саня, кстати, несмотря на то, что эти бургеры не пойдут туда под заказ, это мы делаем чисто для себя, но он прошел полноценный медосмотр. Такой, что мне было страшно слушать, и я бы на такое не согласился. Булочка-то есть. Мы готовим сейчас биг барбекю. Это новый сэндвич. Смотрите, первое, что изменилось, это система приготовления булочек. Потому что, помните, раньше это был такой пресс, и булочка с двух сторон обжаривалась. Сегодня это тостеры, в которые булочка вот сюда опускается. Поки булочка карамелизуется, но я повиню буду трогать латую пополочку. Попадай. Барбекю соус. Покажи, пожалуйста, сколько это 15 грамм? Вот столько. Теперь добавляем огурчики. Пекон. Это мы стандартно делаем, да? Так. Добавили котлету. Заметьте, что руками мясо нельзя трогать. Если дотрогаемся руками мясо, его выкидывают. И выдача сразу идет туда, за стол. Саня уже несколько раз приготовил бургер. Кстати, хочу сказать, что, естественно, Саня делает это фактически в первый раз. Но делает достаточно быстро. Тем не менее, из-за того, что бургеры готовятся теперь персонально под каждого человека, естественно, это занимает чуть-чуть больше времени, чем раньше. Например, если вы раньше заказывали какой-то дабл-чизбургер, он уже мог лежать там в тепловом шкафу, или как он не назывался. Но он был как бы свежий, но не прям вот из печи, так сказать. Сейчас это занимает, там, может быть, до минуты больше времени, потому что булочка специально под вас карамелизируется, котлеты готовятся специально под вас, и все это собирается. Но вы получаете прям максимально свежий бургер. Это очень-очень круто. Теперь что мы делаем? Саня несколько раз собрал бургер, и сейчас он будет делать все полностью сам. И даже рассказывать, учить меня, как это делать. А ты, давай так, если он что-то делает не так, тупо бей его по рукам. Есть линейка? Давай на время. Ну, давай. Сколько у вас готовится один бургер? 35-50 секунд, это именно вот такой барбекю. Я сделаю бургер за 34, а нельзя, наверное, раньше, за 34 секунды. Саня, ты готов? Скажешь, когда. Поехали. На старт, внимание, погнали. Берем булочку, смотри. Эту часть, положим сюда. Эту часть и сюда. Пока мы здесь берем, берем коробочку. Вот это так. На этой стороне. Позначаем червон. Червон. Конвертик. После этого. Давай, давай, давай. Макс, не нервните. Мы успеем вложиться. Быстрее. Сколько огурчиков? Так, так. Сколько огурчиков? Пять. Бекон. Сколько времени? Ты еще укладываешься. Котлета. Котлета. Где котлета? Котлета. Где котлета? Подстава. Сколько времени? Подожди, мы успеваем. Ты закрывай. Да, так. 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 И все. Некрасиво. Так. 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 И быстро утилизируй. Я хочу попробовать теперь это все, потому что это очень-очень свежий продукт. Я знаю, что новые люди, которые просто приходят с улицы, они не совсем к этому относятся еще, знаете, как к нормальному. Им непривычно. Людям привычнее на кассу прийти, ждать и так далее. Вот это вот будущее. И я по Европе, когда я живу, я этим пользуюсь. Нажимаешь один раз и начинаешь просто готовить с собой заказ. И мне кажется, что это настолько удобно. Ты берешь, чем платить, ты себе сейчас в Биг Тейсте соберешь, кастомизируемый. С этого момента, пожалуйста, отойди от моего Биг Тейсте. Я хочу его собирать сам. Здесь есть отчет того, сколько вы можете ингредиентов добавить. Здесь шесть. Биг Штек Стейсти. И у меня еще три остается. Можно. Отойди, пожалуйста. Биг Барбекю. Да, просто Биг Барбекю. Я тоже хочу его попробовать. Нет, ничего страшного. Я себе закажу. Подожди, я себе закажу что-то. Понимаешь, как это сейчас выглядит? Стоит сотрудник Макдональда. Я говорю, да мясо не спорит с покупателем. Уважаемый, вы можете не мешать? Выбираем готово. Теперь мы вводим на номерочек 15. И вводим 15. Мы идем на кассу. Эту штуку потом сотрудник не будет искать, за каким она столом. Потому что здесь есть такой чип. Сверху есть датчики. Вы их не видите, они под потолком. В системе там на экране сразу видно, что за таким-то столиком вот такой заказ ждет свою еду. Сейчас специально попробуем. Девятый номерочек у нас разместят на каком-то столе. Вот появился, да. Вот девятый темп, девятый. Это сиро пока зашел. Так, парни, ваш заказ. Пожалуйста, приятный аппетит. Ваши подтяжки. Можешь забрать. Все, парни, приятный аппетит. Спасибо. Я через некий час пойду проверю, чтобы у вас все было классно. Чтобы все съели. Да. А пока, прощайся. Спасибо большое. Это биг тейст. Как подписано, чувак. Подписано, потому что ты его кастомизировал. Идеальный биг тейстик. Божечки. Смотри на эту торпеду. Офигеть. Ну и как? Мы ничего не забыли, все правильно собрали. Кулы, все хорошо. Иди работай. Спасибо. Приятный аппетит. Очень вкусно. Давай теперь придумай что-то новое. Новое что? Мы всегда говорим очень вкусно. Офигенно. Нереально. Нереально. Было, да? Давай придумай что-то новое. Очень вкусно, нереально. Вкусно. Да. Белиссимо. Это нереально вкусно. Опять это нереально. Нам надо мягче делать, знаешь, с футболками. Нереально. Новый бургер сезонный. Я его не кастомизировал, но можно сделать его побольше. Фишка в том, что вот этот, он остренький. Это первый, наверное, сэндвич, острый достаточно. Соус прикольный. Бекон мне нравится. Ну, точно, я тоже бекон добавил. Биг барбекю. Это большой бургер. Кстати, по размеру он такой же, как Биг Тейси. Обычный. Никак мой. Он точно понравится тем, кто любит соус барбекю. Вот если вы прям любите мясо соус барбекю, обязательно попробуйте. Это сезонное блюдо, поэтому через несколько месяцев вы его уже не сможете купить. Я перед выездом решил еще малым купить две игрушки просто из Хэппи Мила. Они будут довольны. Саня не смог уехать, не взяв что-то Юле, потому что почему-то она его должна убить, если не привезет. Да, убить. А как ты объяснишь? Ты детям взял? Да. А если бы не взял, как бы они туда посмотрели? Никак. Они просто будут рады, скажут, ой, как хорошо, папа приехал, так круто, мы ничего не ждем, но папа приехал. Вот он такой, еще и игрушки. Да наш папа супергерой. Оскар, Остин, простите, быстрее, вы на карате уже ходите, поэтому чтобы вы могли и папе. В общем, что могу сказать? Мне офигенно понравилась новая концепция. И будь в моем районе вот такое, а оно будет расширяться и в разных районах появляться. Я бы ходил только вот в такой Макдональдс, где ты можешь нормально через терминал заказать, где тебе не надо очередь ждать. Что до мелочей продумано, потому что, например, мамочка с детьми, ты заходишь в эти главные двери, и вот этот человек, который... Филип. Филип. Он открывает двери, ты можешь спросить, а есть ли места, он там поможет тебе сесть, он подскажет тебе все, это круто, но куда лучше то, что ты можешь сделать заказ и тебе его за столик принесут? Заметь, сама атмосфера меняется в Макдональдсе. Если раньше это такой типичный фастфуд, который нужно заходить, брал, сел, ушел, брал, сел, сейчас хочется отдыхать, ну сидеть не напрягаясь. Вот эти даже тонкости, когда, понятно, улыбаются всегда, и это приятно, но уже здесь меняется, как хостес, как в любом-любом ресторане. Мы, конечно же, никого не пропагандируем есть фуллтайм в Макдональдсе, как и фуллтайм не есть, только мясо, только хлеб, только что угодно, это все будет нехорошо. Но мы же все ходим в Макдональдс по выходным, куда-то просто сходить отдохнуть с друзьями. Новый формат, очень крутой, можем советовать прям огонь. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока!